Всем привет! Сегодня мы решим 5 заданий на тему степень числа. Если кому-то интересно проверить себя, попробуйте перед видео решить эти задания самостоятельно. В первом задании нужно сократить дробь и отметить один из четырех вариантов. Во второй задаче нужно сравнивать числа и отметить какое из них больше или обозначить что они равны. В третьем нужно сократить дробь, а в четвертом посчитать, чему равняется 2 в степени 8 в степени 2. В последнем задании нужно найти в какой строчке была допущена ошибка. Если вас интересует решение определенных задач, вы можете пройти к их решению по ссылкам под видео. Итак, приступим. В первом задании 2 в степени 3 умножить на 2 в степени 7 это умножение 10 двоек, то есть 2 в степени 10. В знаменателе мы увидим 2 в степени 6 умножить на 2 в степени 3, то есть умножение 9 двоек. Если поочередно сократим дробь на 2 9 раз, зачеркнется все, кроме одной двойки, которая будет в числителе. Поэтому ответом будет 2. 76% людей ответило на этот вопрос правильно. Во втором задании вместо 3 в степени 4 можно написать 1 умножить на 3 в степени 4 рядом с каждой степенью. После этого можно 3 в степени 4 вынести за скобки и получить в скобках 1 плюс 1 плюс 1. Итого выйдет 3 в степени 4 умножить на 3, то есть 3 в степени 5. Или другими словами 3 в степени 4 это 81. Мы добавляем 81 к себе 3 раза, то есть это 3 умножить на 81 будет 243. Точно так же как и 3 в пятой степени это тоже 243. Получается эти два числа одинаковые. Отметим это. Видим, что 52% людей ответило на этот вопрос правильно. А 48 не справились с этим заданием. Это означает, что это задание антиинтуитивное. Несмотря на то, что можно его было посчитать вручную. Дальше нужно сократить дробь. 42 в квадрате минус 38 в квадрате. Есть стандартный способ. Попробовать умножить 42 на 42. 38 на 38. Отнять и после этого поделить это все на 4. Но есть проще способ, который нам бриллиант показывает внизу. Это формула сокращенного умножения. 42 в квадрате минус 38 в квадрате можно написать как 42 минус 38. Умножить на 42 плюс 38. 42 минус 38 сократится со знаменателем. То есть это 4. То есть мы поделим и числитель и знаменателем на 4. И у нас останется вторая скобка. Это 42 плюс 38. То есть 80. Поэтому ответом будет 80. И видим, здесь тоже очень низкий процент решения. То есть очень много людей не умеет пользоваться формулой сокращенного умножения для быстрых вычислений. 2 в степени 8 в степени 2. Ни в коем случае нельзя путать с 2 в степени 8, все это в скобках, в степени 2. В нашем случае двойка относится только к восьмерке, но не к 2 в степени 8 в целом. Поэтому сначала считаем 8 в квадрате, это будет 64. И только потом двойку берем в 64 степень. Отметим этот вариант ответа. И перейдем к последнему заданию. Здесь нужно было найти ошибку. В начале написано корень из х плюс 4 равняется 5. Теперь во второй строчке кто-то корень из х плюс 4 записывает как корень из х плюс корень из 4. К сожалению, очень много школьников делают эту ошибку. Это очень печально, потому что так делать нельзя. Отметим второй вариант. Надеюсь вам понравились эти решения. Если для кого-то это было быстро, обязательно напишите в комментариях для того, чтобы я знал насколько нужно углубляться в решение подобных задач. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!